С первых минут знакомства с творчеством Елены Черкасовой зрителю бросается в глаза черты византийского искусства, армянской и грузинской иконописи. На первый взгляд – типичный примитивизм, однако все эти сюжеты выполнены в уникальном стиле, с особым сочетанием цветов и линий. Свою главную тему – возможность говорить о Боге – автор передает через библейские притчи. Живопись московской художницы Елены Черкасовой сложна и глубока, говорят критики. Для понимания ее работ необходимо долго всматриваться. Выставка Елены Черкасовой – это живое доказательство того, что религиозное искусство всегда актуализируется под стать времени. Нельзя назвать ее произведение иконами, и вместе с тем это живое воплощение настоящего, такого подлинного прочтения Евангелия, Ветхого Завета и житийных текстов. Елена Черкасова – художник поистине живой. И вот это ощущение вечного, непрекращающегося праздника жизни, праздника встречи с Евангелием, мы хотели бы представить зрителю. Все картины – своеобразные отсылки к текстам Ветхого и Нового Заветов. О Боге и вере можно говорить, не прибегая к традиционному языку, иконописи и реализму. Елена изобретает свой собственный стиль. Экспозиция выставки была составлена специально для нашего музея. Мы сосредоточились на прочтении библейского текста. Здесь можно найти сюжеты из Ветхозаветной истории и, конечно, евангельские сюжеты тоже. Помимо прочего, есть несколько произведений, написанных или нарисованных под впечатлением от духовных текстов, прежде всего молитв и псалмов, но таких меньшинство. Некоторые произведения, в частности «Флора и фауна за моей спиной» были написаны специально для этой выставки, чтобы, ну скажем так, завершить погружение зрителя в контекст вот этого духовного поиска. В нескольких залах художественного музея более полусотни живописных и графических картин автора, которые были написаны в последние годы. Многие работы хранятся в частных собраниях в России и за рубежом. Выставка в художественном музее имени Пожалостина проработает до 14 августа. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».